Всем привет! Основываясь на статистике своего YouTube канала и своего сайта последние 2-3 недели, я поняла, что русскоязычных жителей Чехии интересует тема доставки продуктов и готовой еды в Праге. Поэтому, собственно, снимаю это видео. Похожую тему я затрагивала в 2015 году, вот уже как 5 лет. Тогда я рассказывала о интернет-магазинах по доставке продуктов в Праге. Сейчас хочу немножко обновить эту информацию и добавить туда еще сервисы по доставке готовой еды. Первый интернет-магазин по доставке продуктов в Праге – это Tesco. Он привозит вам продукты по цене своих оффлайновских супермаркетов. Единственный минус для меня – это то, что у них невозможно сделать заказ на этот же день. То есть вы заказываете и только на следующие сутки вам привозят ваш заказ. Максимальная цена доставки у них 99 крон, она может быть ниже в зависимости от вашей территориальной удаленности. Они принимают к оплате карты, наличные деньги, исключение во время карантина, когда наличные деньги не принимают. Следующий сайт, которым я пользуюсь чаще всего – это Rohlik.cz. Они расширили, кстати, свою географию. В 2015 году, когда я снимала у них, они работали только в Праге, в Брно. Сейчас еще добавились ряд чешских городов. Это приятно, значит, они расширяются, значит, все у них хорошо. Так вот, у них минимальная сумма заказа – 500 крон. Если вы заказываете на сумму 1200 и больше, то тогда доставка будет для вас бесплатной. Принимают к оплате тоже карты, наличные, исключение карантина, когда наличные не принимают. И следующий сайт – это Кошек.cz. Они также расширили свою географию. У них еще больше городов чешских, чем у Rohlik. Также у них минимальная сумма заказа – 500 крон. Если вы заказываете на 1200 и больше, то тогда доставка вам будет бесплатна. Кстати, и Rohlik, и Кошек, они могут привезти вам заказы в этот же день, когда вы заказали. Ну, зависит, естественно, все от времени. Если вы заказали в 10 вечера, то вряд ли вам сегодня же привезут. Также они принимают к оплате наличные, карты, исключение карантин, когда наличные не берут. И еще один сервис, его я попробовала на прошлой неделе буквально впервые – это сайт Патровин Дому. У них немножко отличается ассортимент, но он не менее широкий. Там вы можете найти продукты, какую-то бытовую химию. Я думаю, что все необходимое можно там купить. Мне, я осталась довольна, поэтому, собственно, я включаю этот сайт в свое видео. И следующее, о чем хотела сказать, это сервисы по доставке готовой еды из ресторанов. К сожалению, не все рестораны, у них есть своя служба доставки, поэтому такие подобные сайты выручают. Я пользуюсь сайтом Дамы Едла, они уже, наверное, на этом рынке лет 7 в Праге, 6-7, около того. Минимальная цена у них, сумма заказа 250 крон, но все зависит от конкретного ресторана. Также цена может быть разная, цена за доставку саму, но по моим наблюдениям, если ресторан находится от вас где-то в километре, то тогда доставка будет бесплатная. Еще один сервис по доставке готовой еды, это Uber Eats. К сожалению, у меня еще не получилось попробовать этот сайт, сервис, так как я не вхожу в их зону доставки. Они доставляют в центре, немножечко расширяются к окраинам, но я живу на окраине города, и до меня они еще не довозят. Также и сайт Avolt, который около трех лет на этом рынке по доставке готовой еды из ресторанов. К сожалению, да, они тоже расширяются, когда-то они были только-только в центре, вот недавно они расширились уже все ближе-ближе к окраинам города, но я еще все еще не вхожу в их территорию доставки. Жду, жду, хочу попробовать, я люблю тестить такие сервисы. Мне было бы интересно узнать ваше мнение, какие сервисы вы используете, не обязательно из тех, что я перечислила в Праге, какой у вас был с ними опыт, хороший, плохой. Я думаю, что это будет полезно тем, кто сомневается, кто не знает, что выбрать. Напишите, пожалуйста, свой опыт, какими сервисами вы пользуетесь в комментариях. Не забывайте ставить пальчик вверх. И всем здоровья, всем пока!